К середине 60-х годов Луи Армстронг уже считался живой легендой. Он спел немало суперпопулярных песен, внес значительный вклад в развитие джаза и был обласкан вниманием критиков и публики. И, несмотря на то, что в эти самые годы на музыкальный Олимп стремительно врывались молодые музыканты, Армстронгу каким-то непостижимым образом удавалось составлять им достойную конкуренцию. Если помните, мы об этом рассказывали в предыдущем выпуске «Музыкальной истории». В 1964 году его «Hello, Dolly!» потеснило с первого места билборда группы «The Beatles», которая занимала вершину хит-парада 14 недель подряд. Но появилась песня Армстронга «Hello, Dolly!» и «Битлы» покатились вниз. И вот три года спустя после этого продюсер Боб Тиль и автор песенник Джордж Дэвид Вайс предложили Армстронгу свою новую версию. До этого они, правда, предложили ее Тони Беннету, но тот по какой-то причине не захотел ее исполнять. Кандидатуру Луи как возможного исполнителя песни им подсказал продюсер Арти Батлер, который знал, что Армстронг как раз собирал материал для новой пластинки. В телефонном разговоре музыкант дал добро, и Тиль с Вайсом помчались в Лас-Вегас, чтобы встретиться с Армстронгом и приступить к записи. Лас-Вегас, как известно, никогда не спит. Работа в студии началась в два часа ночи. Однако запись тут же прервал Ларри Ньютон, президент ABC Records, с которой Армстронг только что подписал контракт. Услышав первые аккорды новой песни, он сказал «Стоп». Ньютон считал, что нужно развивать успех такими же веселыми песенками, как «Hello, Dolly!», а не «Нудной тягомотиной», которые привезли Армстронгу Тиль и Вайс. Слово за слово разгорелся нешуточный скандал. Президент ABC Records получил по заднице, его в буквальном смысле пришлось вытолкать из студии и запереть дверь. Ну, учитывая, что в те времена песни записывались вживую, без последующих наложений дорожек друг на друга, иногда приходилось предпринимать десятки попыток для достижения нужного результата. Дважды Армстронгу и музыкантам мешал проходивший мимо поезд, несколько дублей испортил Ларри Ньютон, который упорно пытался сорвать запись, вламывая дверь. Но к шести часам утра песня все-таки была готова. Когда в 1967 году ее издали в виде сингла, затаивший злобу Ларри Ньютон отомстил Армстронгу. Он отказался раскручивать песню, и в течение нескольких месяцев пластинки просто пылились на складе ABC Records. В начале 1968-го новая песня была представлена британской публике и тут же, вот там, в той стране, возглавила UK Singles Chart. Но Ларри в Америке по-прежнему не давал хода композиции, где было продано не более одной тысячи копий. Но все же интерес к ней, к этой песне, проснулся из-за сложной политической ситуации в стране. Когда к массовым протестам против войны во Вьетнаме добавились беспорядки на расовой почве, многие политики посчитали, что новая лирическая композиция Армстронга, который пользовался уважением у населения с разным цветом кожи, способна несколько успокоить общество. После What a Wonderful World, которую саботировал злопамятный гаденыш Ньютон, дали зеленый свет на самом высоком уровне. Но тут возникла очередная проблема. Новый хит стали вдруг критиковать темнокожие американцы, обвиняя Армстронга в том, что этой песне он, дескать, лежит задницу белым. Ну, тут уже вскипел сам Луи, разразившись философской тирадой на одном из концертов. Некоторые из вас, молодежь, говорят мне, эй, дорогуша, что ты хочешь сказать? Какой такой удивительный мир? Как насчет войн повсюду? Ты называешь их удивительными? Но почему бы вам немного не послушать старика? Мне кажется, это не мир так плох, а то, что мы с ним делаем. И я хочу сказать, каким удивительным он бы мог быть, этот мир, если бы мы дали ему шанс. Любовь, крошка, любовь, вот в чем секрет. Золотые слова. Слова Луи Армстронга. Но человечество почему-то долго не хотело принимать добрую и полную любви песню. Ее не признали даже когда Армстронг умер, хотя эта последняя из записанных им композиций явно звучала как напутствие человечеству. Возможно, так бы она и забылась, если бы в 1988 году режиссер Барри Левинсон не включил ее в саундтрек художественного фильма «Доброе утро, Вьетнам!» с Робином Уильямсом в главной роли. Когда на «What a wonderful world» легли кровавые сцены вьетнамской войны, у человечества к горлю подступили слезы. В 1999 году песню Луи Армстронга «What a wonderful world» включили в зал славы Грамме. Мне кажется, именно эта песня должна стать гимном тех, кто сегодня молится о мире.